и мои друзья хочу с вами поделиться рецептом топливного масла как делали в моем но в моем детстве как делала моя мама как делали у нас дагестане у нас дагестане это очень популярно тут в испании мне никто не верил у них делают по-другому вот я купила килограмм масла здесь о каждом бракете и 250 его делает в разном по-разному каждый по-своему некоторые добавлять даже соль всю но я делаю как делала моя мама я ставлю обязательно надо его взять такую кастрюлю которые чтобы была толстым дном вот я его туда у нас будет килограмм кидаем все это масло туда я с вами делюсь не потому что я самая умная или самая такая просто ребята буду его делать и думаю давайте запишем сами прекрасно знаете что вы для меня моя семья и все что не делаю я вам просто показываю и делюсь с вами большой радостью должна огонь должен быть совсем тихий понимаете спокойный у меня здесь до девятки я его сейчас поставила на пятерку закидываем все это масло туда много нету есть только килограмм вообще я делаю из трех килограммов а у нас дагестан там вообще трехлитровые баллоны все время были считается что это самое полезное масло все вот мы его закидали осветающий вот с этими этими я помню мне назвали волосы ребята потом мыли наверное полезно не знаю ребята он закидались обязательно он так и теперь ждем чтобы он просто растопился девочки вот смотрите ребята мои дорогие вот она у меня варится уже наверно полтора часа я сразу пинку не снимаю я жду пока она у меня вот хорошенько поварится и я теперь первую пеночку снимаю снимаю конечно я ее не выкидываю я ее в баночку она потом не на поджарку но она мне пойдет на пироги на все что угодно и вот первую пеночку убираю и буду ждать пока вторую пеночку она у меня наверное тут творится на са очень тихом огне очень вот так все снимаю аккуратненько стараюсь я ее не мешала она у меня сама по себе растопилась и вот так потихоньку я брал пеночку вот так потихонечку вот так вот у меня на тройке я наверно сейчас еще меньше ее поставлю и буду ждать вторую пеночку вот когда уже вторая пеночка образуется вот тогда я ее через ситочку баночки и все ребята и у меня будет масло прям экологическая вот она у меня на тройке здесь у меня до девятки доходит я еще ниже сделаю двойку поставлю вот еще оставлю пока сделается вторая пеночка как сделается вторая пеночка я ее сразу уберу от огня вот ребята уже 2 практически и нету видите да он уже у меня достаточно здесь побубулькал сейчас буду я его выключать выключаю и перехожу его тусовать в баночке вот ребята я потихонечку моя дочь мне помогает вот так я специально вот через эту чтобы она все что это было чтобы там осталось держи доча держи мы всегда все вместе стараемся вот все что осталось это тоже конечно в баночку пойдет вот так вот это все и теперь я его вот такие баночки и потом когда она остынет ребята я его вот видите все что осталось вот это все сейчас я вам скажу что что будет это сливочное масло . манты кия это на поджарку потом когда я тебе делаю макарончики с луком сейчас я его уже по маночкам ребята и сейчас постараюсь аккуратненько вот так с этим вот так аккуратненько наливать по баночкам что-то я маленькие баночки купила надо было побольше и раньше побольше покупала баночки вот так и вот так я их тут оставлю пока они остынут и когда они остынут я уже их закрою я вам сейчас скажу сколько баночек я наполнила дорогие мои друзья меня как всегда нервы подводит вот не знаю так стараешься так аккуратно все сделать да именно для видео когда делаешь видео все получается не так ты хочешь ну ладно здесь а 140 миллиграмм каждой баночки сильно не закрою пока они еще тепленькие они чуть-чуть уже остыли но все равно они горячие вот у меня получилось сколько баночек я вам сказала уже сколько было вот из программа до 1 2 3 4 5 6 7 8 баночек вот так вот тут здесь так еще на клеечке у них есть не просто убрала их клеить тоже не хочу а так было бы красиво правда вот вот такой рецептик он очень такой полезный ребята всегда топленое масло всегда полезно она более полезнее чем другое любое масло на нем можно и жарить она нет ни никогда не сгорит даже хоть картошку хоть что она ценит она вот его можно держать даже без холодильника но где-то вот у нас одну зиму на другую конечно не оставалось никогда в дагестане вот когда мы делали а так она я посмотрела в интернете 9 месяцев а в холодильнике еще два раза больше держится так что вот вот такой рецептик ребята ставим лайки подписываемся пишем ваши ваши рецепты некоторые соль мне кажется добавляют некоторые ничего не добавляет я когда делаю без видео конечно я сразу кружку и сразу туда наливаю я что-то испугалась думала вдруг разолью вдруг что но короче получилось как получилось на такие баночки тоже я купила конечно сегодня совсем маленький надо было побольше но у меня семья небольшая настолько четверо своему сыну тоже пару баночек отдам он тоже любит я его приучила так что все удивлялись в испании когда я им сказал что мы вот так делаем они для них это удивительно так что вот так пользуйтесь моим рецептом спасибо за внимание